Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, с Четиговым действительно были нарушения, пытки и фальсификации улик Сначала я не верил, что за этим ничего нет Я спрашивал следователей, они мне сказали, что он замешан И я поверил Потому что в этих делах, о которых говорят правозащитники, очень многие люди были связаны Кто меньше, кто больше, с деятельностью банд под поле И были случаи, когда не правоохранительные органы человека увозили, а сами бандиты, маскируясь, своих увозили Я вообще-то настроен верить правоохранительным органам Но ко мне обратилась Светлана Ганушкина И я разобрался по Четигову И теперь понимаю, что парень невиновен и была фальсификация Значит будем расследовать И виновные будут наказаны Куда-то приехали Сразу надели на голову пакет на уровне глаз, заклеили скотчем И руки сзади скотчем замотали Куда-то завели Ложись на живот Я лег Начали бить Ничего не говорят Бьют, 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 бьют Там человек семь-восемь было Потом пакет на нос опустился Дышать стало нечем Я говорю Пакет, пожалуйста, поднимите Кто-то его отпустил на шею и начал душить Я дергался, дергался Уже почти перестал Почти отключился Отпустили Чуть-чуть дышать стал Посадили меня Начали какие-то фамилии называть Знаешь такого? Не знаю Максимум минуты две потом сказали Мы сейчас детектор лжи принесем Посмотрим, ты правда говоришь или нет Я вообще обрадовался Я же не понимаю, зачем меня забрали Кто забрал, где я нахожусь Думаю, сейчас узнают, что я не виноват И отпустят Сняли обувь, носки И на большие два пальца провода подсоединили Какую-то фамилию назвали Я Не знаю Еще назвали Не знаю Уже третий раз назвали фамилию Что-то странное Ощущение в ногах Чуть-чуть дрожит Я удивился, не понял сперва А детектор лжи говорит, что ты врешь Где оружие? Я говорю Я не знаю Я в жизни в руках не держал Опять стало чуть-чуть дрожать Посильнее Я удивился Я же знаю, что в жизни оружия не имел Я говорю Он неправильно работает Они ничего не говорят И меня полностью до пупка трясет Но я уже понимаю, что это ток И начали что-то Говорят Бьют током Опять Опять Я валяюсь Потом я порвал провода, кажется Перестали Положили на живот На спину сели три человека И начали ноги назад поворачивать Потом опять стали ногами пинать Пинать Потом бросили в другую комнату Максимум метр на метр Сижу и ровные ноги нельзя вытянуть Минут пять, наверное, я там сидел Все время слышал Кто-то кричит, плачет недалеко Когда меня мучили, я тоже кричал Я же человек А потом куда-то завели Пакет мне чуть-чуть подняли Вижу парень Весь тоже в крови Лицо избитое Пригляделся А этот парень Из промжилбазы Которую вы раньше забрали Ему говорят Он с вами был Он Провода он подсоединял Да На все вопросы Он да отвечал Я ему говорю Если ты чего-то сделал Это твои проблемы Я тебя видел Но я тебя не знаю Скажи правду Меня бьют Ему ничего Другого завели парня Тоже избитый Но не так сильно Знаешь его? Нет, не знаю Я его первый раз вижу А он тебя знает Знаешь его? Да, я его знаю, говорит Кнопку он нажимал Да То же самое Да 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 Я говорю Ты меня знаешь? Назови мою фамилию Имя А он не может Видите, говорю Я все равно пытаюсь Ему объяснить Что я невиновный Я тогда думал Что они не знают Они его вывели Меня бить начали Потом его завели У него кровь по лицу течет Это Зелимхан Я забыл просто, говорит Я его ругаю За себя отвечаю Зачем ты меня впутываешь? Под вечер Еще одного парня привели Чеченца Все тоже Да, он Он А как его увели Мне в рот провода засунули Пустили ток После этого я вообще У меня губа была оторвана И челюсть повреждена Ухо И сейчас не слышит Перепонка оторвана Пропало ухо Я уже нормально не мог Ни стоять, ни ходить Даже на руки не мог приподняться И тут заходит Сам начальник КОВД на Киев Ой, ты что здесь делаешь? Это же мой друг Что вы с ним делаете? Я ему объясняю Я думаю, он разберется Он же знает, что я вообще К этим вещам Никакого отношения не имею О, тебя забрали по ошибке Извини Ошиблись, уже давно должны были отпустить Дал белую бумагу Ручку Пиши На имя начальника КОВД Корабулака Что тебя задержали во столько-то И отпустили через два часа Но я обрадовался Написал, как он сказал Говорит Я сейчас листок отнесу Приду, тебя домой отвезу Он ушел Меня опять утащили Начали бить Потом пакет одели на гробу Забросили в маленькую комнату Видимо, ночь была Часов пять-шесть не трогали День второй На второй день Опять то же самое Током бьют Ногами Распяли Там решетки были на стене Наручниками повесили Дубинками Бутылкой с водой Между ног Попочками А потом Сначала они ногти на ногах Кроме больших двух пальцев Плоскогубцами все оторвали На руках тоже хотели оторвать Но не получилось Ногти отрезанные были Они начали кожу Плоскогубцами выкручивать Рот открывали Я пытался закрыть Палкой открывали Зубы наждачкой терки В рот гранату засунули На телефоне показывают Тело с отрубленной головой Повешанным на крючке Без рук, без ног Весь истерзан Вот, говорят Два часа назад он здесь был Не скажешь, что ты это сделал То же самое с тобой будет Нож представляли Говорят, как собаку сейчас зарежут Затвор передергивали Молись Они много чего делали Грязного, нехорошего Подробнее не могу рассказать Потом, видимо, вечер был Забросили в ту комнату День третий Ну, на третий день Я уже не хожу Нормально не говорю Даже на руки не поднимаюсь Как пенек сделался Просто кричу, сижу Убьют наслаждение Чтобы это мучение прекратилось Они не убивают И не отпускают Но третий день тоже избивали Но не так сильно Потом, между третьим и четвертым днем Пришел один русский Говорит Я не знаю, ты что, больной Или грязное слово сказал Я тебя не понимаю Ты что за существо Здесь через два дня Или брали на себя Или умирали Я лежу на полу Ну, что тебе? У тебя же дети Пожалей семью Ну, скажи, что ты это сделал Ты нас тоже пойми Семью кормить же надо Возьми на себя А мы тебе за чистосердечное признание Годика два-три отсидишь Выйдешь Новую жизнь начнешь Я говорю За что? За что я отсижу три годика? Объясняю ему Я ничего не делал Этих людей не знал Знал бы, сказал Невозможно же не сказать Когда с тобой такое делают Потом зашли еще Начали снимать Телефонами Когда пытали, тоже снимали Издеваются, прикалываются Потом Ингуш один говорит Мы тебе форму приготовили Раз ты не признаешься Сейчас в лес привезем Убьем тебя, оружие положим Вот ты у нас боевик Мы на тебе по-любому деньги сделаем Ты лучше признай Мы тебя посадим А другой говорит Зачем в лес? Давай до 9 мая подождем Чуть-чуть у него бородка отрастет В эту промжилбазу запустим Оружие дадим Убьем Вот Убили Амира Карабулака Больше денег дадут И начали планировать Как будто эти деньги У них уже есть У меня ванну надо сделать А мне машину надо купить Как будто чай купить Обычное дело Почти всю ночь Говорили, говорили А потом уже на утро сказали Все Убивать везут День четвертый Меня в машину положили И мы куда-то ехали На голове пакет был Куда-то приехали Сняли пакет Завели в какое-то заведение Позже я узнал Что это сауна Такая комната Стол стоит Меня на пол Посадили у стены Они себе официантку позвали И пиво заказали Пиво будешь, говорят Я, честно говоря Пить хотел Но поскольку мне надо умирать По религии не могу спиртную Даже если и не надо умирать Я головой мотнул И начали пиво пить Как будто меня и нету Они говорят У них оружие лежит Разговаривают, разговаривают В Моздок поедем К девочкам А если твоя жена узнает Да, когда мы там были Пиво пили До потолка бутылки строили Болтают, как дети Примерно час-полтора Так сидим И начали обо мне Да, здоровый Красивый Четыре дня у нас Никто не выдерживал Жалко Жалко, что он на себя Ничего не взял И один говорит Не хочу его убивать Да я тоже не хочу Но что поделаешь А я знаю, что делать Русским его отдадим Они убьют Как обычно О, не подумал Давай русским отдадим Опять надели мне на голову пакет Куда-то мы минут сорок ехали Вытащили из машины Меня в какой-то вагончик завели Чувствую, что вагончик по звуку И у пакета от влаги Чуть-чуть краска отошла И мутно я видел На пол посадили А я все уже Плохой Те, кто меня привез Сразу ушли И слышу два голоса Это уже русские Говорят Возьмешь пистолет Скажешь, что твой На пальцы наручники Мне надели Били Но не так сильно Просто руками-ногами Говорят Встать А я не могу встать Я лежу Они бьют, кричат Встать Я лежу Потом говорят Ладно Скажи, чтоб пистолет Нашел где-нибудь в кустах И пришел, чтобы нам отдать Я этого не делал Они опять Бьют Бьют Ну максимум минут 15 Потом Ладно Я тебе сейчас в карман пакетик положу Понятых приведу Скажешь, что твой Мы тебя за наркоту отправим Тебе ничего не будет И опять начал объяснять Они опять бьют Потом говорит Угон надо взять Я говорю Я машину водить не умею Опять начали бить Ладно Скажи, почему Украл у соседки две курицы Ну, две курицы Я говорю Ладно Хорошо Куда ты их делал? Не знаю Я же них не воровал Он разозлился Начал опять бить А мне вообще плохо Кто-то зашел Этого надо убивать А другой говорит В прошлый раз Я после тебя убирал И перед шефом Отчитывался Все, мне уже надоело Сейчас шеф придет Что он скажет То и сделаешь Увезешь в лес Там сделаешь Я не позволю тебе здесь Опять гадить И начали опять ругаться Потом слышу Какой-то мужчина Снаружи кричит Не надо Надоело За ингушами За ингушами Дерьмо убирать Сами за собой Пусть убирают Четвертый день Корабулакское ГОВД Они мне укол сделали После этого у меня Тело болеть перестало Ходить не мог Но боли не чувствовал Меня положили в машину И я думал Что убивать везут Потом пакет сняли И затащили в здание Я узнал Это ГОВД Корабулака У входа стоят Гулиев И Налькиев И грязные слова говорят Ремени, шнурки сняли Бросили в камеру Я уже мог рукой пошевелить Начал себя осматривать Все было очень плохо Потом пришел милиционер Отвел меня на второй этаж Я сам ходить не мог Мне милиционер помогал Завели Какая-то женщина сидела Сейчас я знаю Что это была дознаватель Марьян Тачиева О! Что с тобой? Но она же женщина И я как баран последний Поверил ей Она узнает правду Родным расскажет Ох! Ох! У тебя что-нибудь болит? Все я ей рассказал Снял обувь Дырки на ногах Где ток выбивала Ногти Все это показываю ей Тебе что-нибудь нужно? Я говорю У вас поесть что-нибудь есть? Она позвонила Мне привезли минералку, колбасу, хлеб, кефир Я есть-то не могу Ну ладно Если живой хочу остаться Выпил чуть-чуть кефир Она говорит Сейчас я отведу тебя к ментам Нам все, что они скажут Говорит Да Если нет Они тебя убьют Увели меня в другую комнату Там начальник уголовного розыска Виджиев Идрис сидит И еще один в маске Положили белый листок в ручку Пиши На имя начальника ГУВД Карбулака Что ты отказываешься от адвоката Ага Это мне уже замкнуло в голове Если он говорит адвокат Значит есть вероятность Что меня не убьют Я говорю Не буду писать Виджиев начал меня избивать Об стенку бьет Я падаю Опять поднимает Об стенку голову бьет По башке этой бутылкой минеральной бьет Шнуром от компьютера душа Бьют им по лицу И эта женщина заскочила Что это такое Что вы с ним делаете Посадила меня Ну Все это был спектакль Короче Виджиев говорит Ты был в карьере Упал о камень Ушибся Испугался Боялся идти домой Я сейчас знаю Что они в рапорте так написали Что я был в карьере Они мимо проезжали Увидели подозрительно Спросили документы Забрали в отдел Я говорю Я не был в карьере Дознаватель на меня смотрит И глазами говорит Скажи да Она вышла Он опять меня начал бить У тебя дома бомбу нашли Чья она? Я вообще удивился То говорят Кнопку нажимал То пистолет Машина Наркотики Курицы какие-то Сейчас бомба Я ему опять объясняю Я в жизни не брал в руки оружие Он опять меня бьет С лица Комментарии главы республики Ингушетия Емузбека Евгурова Мы с прокурором республики Проводили совещание По этому делу С руководством МВД Следователями Я совершенно ясно Объяснил им Что не намерен их покрывать Спрашиваю Кто именно нашел Взрывное устройство Оказывается нету такого Никто не признается Говорят Был какой-то Прикомандированный Из Белгородской области Но он устройство Не обнаруживал А только вынес На самом деле Все они прекрасно знают Что не было там Никакой взрывчатки Спрашиваю Кто протокол задержания Оформлял Вы что Не видели В каком был парень Состояние Берегите честь Достоинство берегите Погоны свои Берегите Друзья Все это будет расследоваться И я дал поручение Начальнику следственного отдела Всех Кто в этом участвовал Кто такими делами занимается Надо под статью подвести Пятый день Суд Утром меня завели К дознавателю Она сидит Злая Печатает Говорит Сейчас адвокат придет Я обрадовался Отец Мать Хозяйка Узнают Что я живой Она ихняя Если ты сделаешь Что она говорит Тебе крышка Не слушай ее Не говори что тебя пытали Если скажешь Тебя убьют А я же не знал Все эти вещи Адвокат Статья Вообще в жизни Не сталкивался Я в селе живу Одиннадцать классов Кончил Женился Работа Дом Семья Я ей верю Я не знаю Кому верить Пришла девушка Я адвокат Я лицо опустил На руки Следы от наручников Курткой прикрыл Она начала Что-то говорить Я плохо слышу Молчу Все в порядке Я головой кивнул Говорить не могу Промычал Тут дознавателя Кто-то позвал Она вышла На минуту А я руку Опустил Адвокат Увидела мое лицо Что с тобой Скажи Что с тобой Я говорю Мне от тебя Ничего не надо Просто скажи Родным Что я живой Тут пришла Дознаватель Села Адвокат говорит Мне нужен номер Твоей матери Для справки Чтобы я сообщил Родственникам Я сказал номер Она вышла И сразу позвонила Матери Все мои родственники Были у здания ГОВД Пошла адвокат И говорит дознаватель Пусть хотя бы Отец или мать Зайдет с ним поговорить Потом продолжим Бумаги подпишите Проблем нет Она дает листок Там ничего нет Адвокат говорит Что она не распишется А я думаю Что плохого Что я пустой листок Подпишу Но я не знаю Почему Наверное Милость Аллаха Говорю Не буду подписывать И тут дознаватель Как вскочит Быстро в камеру Его Адвоката выгнала Грязные слова Говорит Вообще Как будто Другой человек Адвокат успела Мне сказать Что в три часа Будет суд Я вообще Обрадовался Все узнают Судья скажет Что я невиновен Я им Тысячу свидетелей Приведу Что я В день теракта Был в общежитии С соседями Меня обратно В камеру И там стало Совсем плохо Силы уходили В три часа Милиционеры Взяли меня Потащили Один какой-то Усатый мужик Кричит Наручники А эти парни Ханваиры Молодые ребята Они там Плакали Стояли Плакали Глядя на меня Они с ним Поругались Сказали Надевать наручники Не будут Один говорит Мы пешки Прости В эту машину Где заключенных Перевозят Положили Потом в суд Завели И один говорит Извини брат Здесь по-любому Надо надеть Завели Посадили В решетку Мне уже Конкретно Плохо Пришли Мать с дядькой А вы знаете По нашим законам Старший Зашел Встать надо Там такая Перегородка Деревянная И я на нее Опираясь Привстал Они на меня Онемевшим взглядом Смотрят Я же себя Не видел И тут я упал Урбец Очнулся Они мне Воду Начали Лить А в ухе Перепонка Лопнутая Вода Зашла И сразу В мозг Попала Весь Левый Мозг Полностью Страшно Болеть Начал Я Закричал В этот момент У меня Шарики Отказали Я думаю Что меня Пытают Я уже Своего дядьку Мамашу Не узнавал Вообще Кто-то Укол Хочет Сделать Я не даюсь Кричу Дергаюсь Пытаюсь Как-то Отбиться Мне оказывается Врач Давление Мерил А я думал Что она Провода Подсоединяет Короче У меня Мутняк Я паникую Скорую Мне не давали Вызвать По словам Матери Я знаю Судья И прокурор Сказали Никакой Скорой Но дядька Подошел К ним Если парень Умрет Вам двоим Не жить Вы наши Понятия Знаете И они Чуть-чуть Задней Дали Разрешили Комментарии Юнусбека Евкурова Э ну Слушайте Ну не я же Их до этого Довожу Не я их До суда Довожу Да Я даже Не имею Права Туда Вмешиваться А с другой Стороны Не сажают Потому что Люди Которых Пытали Они же Сами Заявлений Не пишут Они Говорят Об этом Вам Но для Следователей Материал Это когда Есть Написанное Заявление Зарегистрированное Я этот вопрос В прошлом году Сам поднимал Когда Родственников Собирал Говорил Вы напишите Но у них Контраргумент Если мы Напишем Ночью К нам Придут Большинство Понимают Что родственники В чем-то Замешаны И стараются Шум не Поднимать Больница Укол Сделали Отвезли В больницу В Назрани Там Специальная Палата Есть Для заключенных На пятом этаже Вначале Я почти Ничего Не помню Я был В тяжелом Состоянии Трубочки Не пошевелиться Уже Конкретно Зажигания Не было Я не разговаривал Наркотическими Уколами Они меня Кололи Почти Месяц Я Никакой был Потом Уже Чуть-чуть Начал Шевелиться Но тело Дрожало Почти Два Месяца Милиционера Увижу Какой-то шум В голове Все Я с ума схожу Тело Само Реагирует Даже Сейчас Спать я Толком Не могу Чуть шорох Какой Уже Мандраж Судья На 30 дней Олез Мне продлил Адвокат Требовала Судмедэкспертизу Суд отказал А начальник ГОВД Ей сказал Я пожалел Что этого Грязные слова Не убил Если Не хочешь Чтоб твои дети Остались сиротами Бросай это дело Сама Понимаешь Мало ли что Дорогу переходишь Машина собьет Отцу угрожали На работу приходили Если заявление Не заберешь Убьем всю Твою семью Открыто Не скрывай Родители же Подали заявление Когда я пропал Что там только Не делали Мою медицинскую Карту украли Когда мать Что-то купить Выходила К ней тоже Подходили Говорили Убьем тебя Врачам угрожали Он не больной Вы пишите его А то вас убьем Врачи же тоже люди Они уже начали Говорить родителям Вводите его Куда-нибудь В Россию В Нальчик В Москву Куда угодно Везите его Где ему сделают Нужное лечение А то поздно будет Конкретно Они ничего не знали Что со мной Томограмму делать Надо было А суд не давал Подписку о невыезде А матери Когда я в больнице Был Письмо пришло Против вашего сына Возбуждено уголовное дело По статье 222 Хранение оружия От 26 февраля А это тот день Когда я сам ходил В ГОВД Они меня еще не забрали И обыск не сделали Как прокуратура Возбуждает уголовное дело Можете понять На второй месяц Меня повезли В инвалидной коляске В суд Это было смешно Как тряпку Меня собрали В инвалидной коляске Повезли Я сидеть не могу Лежал в клетке Почти ничего не слышу Судья что-то говорит Прокурор что-то говорит Не понимаю А адвокат сказала Что я плохо слышу Прокурор говорит Да все с ним в порядке И это дознаватель Когда я его видела Он был абсолютно здоров И прекрасно говорил Я вообще не знаю Что это за люди Даже животные такие не бывают Встречайте Юн Узбек Евкуров Три человека В прошлом году уволены Вы хотите Чтобы они обязательно посидели Да С таким же успехом Я вам могу назвать Активных членов НВФ Которые тоже условно Осуждены и вышли Конечно я понимаю Прекрасно что Огромное количество Тех сотрудников Которые должны быть посажены Ну за то что они пытали Они не посажены Да они даже не уволены Они сейчас пройдут Переаттестацию И будут продолжать работать Вы что думаете Я меньше вашего Заинтересован в том Чтобы их уволить что ли Увольнение Это тоже большой стимул Сегодня Когда милиция Будет получать Уже 30 тысяч Это большой фактор В суде они сказали Что у меня бомбу нашли Адвокат сказала Вы нашли? Хорошо Покажите что-нибудь Отпечатки Экспертизу химическую Вы говорите Что ее отнесли На полигон и взорвали Покажите видео Фотографии Воронки Частицы элемента Хоть одно доказательство Покажите У них ничего нет Это она мне потом Пересказывала Я тогда не слышал Говорили Говорили В итоге не дали мне Подписку о невыезде Сослались на то Что я житель Чечни В Ингушетии У меня временная прописка Могу уйти в Чечню Боевикам Я не знаю Как таких людей На суд беру Я на инвалидной коляске На ней к боевикам поеду На третий месяц Они мне дали подписку О невыезде Мы сразу поехали в Чечню В Ингушетии Было небезопасно Там меня положили в больницу Без уколов Час прожить не могла Боль невыносимая В Чечне сделали томографию Стали лечить Я начал восстанавливаться Уже чуть-чуть сидеть мог Недолго Руки заработали Говорить не мог Но сам начал есть Не очень твердые вещи Лечили Но они не знали Почему у меня ноги не работают Разговаривать не могли То, что в мозгу Они не видели Они лечили то, что снаружи Раны от наручников Дырки от тока Челюсть, куба Вот это они лечили У меня же все ноги Все мясо было черное А то, что внутри Они не знали А в Чечне У них была томограмма Они увидели, что в мозгу Киста В позвоночнике Грыжа Грудной области Гематома Почки отбиты Печень Селезенка Все внутри Глаза глядят и говорят Товарищ глаза Республики Все будет по закону Но они сами не могут Всем управлять В своей среде Да? Потому что это довольно Большое количество Сотрудников С оружием в руках Которые выходят Сами по себе Становятся Хозяевами В своих районах Есть преступники В погонах, конечно Которые разбойничают Вы что думаете? Рашид Нургалиев Знал, что творится В Гусь-Хрустальном? Конечно, не знал Так и я должен знать Я обязан Но нет у меня Бинокля ночного Чтобы все видеть Но я говорю Что в последние годы Идет улучшение Следствие Месяц провел в больнице Потом в реабилитационном Центре Чуть-чуть получше стало Но я ходить не мог И разговаривать нормально Не мог Заикался Постоянно Голова болела Спина болела Сидеть не мог Пять минут посижу Все, боль нестерпимая Целый день лежал В реабилитационный центр Ко мне пришла дознаватель Другая русская женщина Косенко Начинает свою роль играть Эти твари Это дерьмо На меня бросили Я же знаю Что ты не виновен А я уже Никому не верю Но рассказал ей Все как было Она типа Сочувствует Мне и говорит Прокурор Республики обещал Значит так и будет Ты скажи Был там какой-то парень Я его пожалел Пустил на ночь Он пакет с бомбой Оставил Послушайте меня Хорошенько Говорю Меня четыре дня Пытали Насиловали Убивать хотели Я не лгал Вы что думаете Я здесь сижу И буду вам неправду говорить Где был прокурор Ингушетии Когда меня пытали Ни за что Ни про что Когда мне это что-то Подбросили Вы знаете Что я невиновен Вот напишите Невиновен Зеленхан Не было этого Она в бешенстве В таком случае В комнату Имели доступ Твоя жена и мать Мы их задержим Ради бога Всю семью задерживайте Три года Я отсижу Мне это не проблема Это не три Это шесть Короче Разозлилась Ушла Только через шесть месяцев Походатайству следователя Который ведет дело о пытках Сделали судмедэкспертизу А за шесть месяцев Даже труп скниет Но врачи Врачи снимки посмотрели Мозг Позвоночник Сразу поставили диагноз Электро Электротравма Пытки Короче Подтвердили Чем дело кончилось Пока ничем Говорят У Нальгеева Есть подписка О невыезде Его они сделали Козлом отпущения У Лиев Говорят Охранник президента А ведь Дежев Вообще святой Меня пальцами тронул Мое дело Не закрыто Уже год А меня не посадили И не отпустили Мне это уже надоело Постоянно эти черные машины Без номеров Тонированные У нас на улице На углу Я тут А они-то там Дети Хозяйка Как они намучились Почему это случилось Именно со мной Не знаю Но думаю Я же чеченец Живу в беженском лагере Когда они начали родственников записывать У меня особо таких родственников нету Которые заступятся Все эти парни Которых ко мне приводили Я сейчас знаю Они бедные люди У них денег нет Они ничего не могут У нас в селе в Чечне Ребята боятся в мечеть ходить Кто не курит Не пьет Грязные слова Не говорит Молится Все Пропал Что Евкуров не знает Что у него людей пытают Справиться не может Я никому из них Не верю Крайнее слово Юн Узбека Евкурова Вот мы За два месяца Уничтожили Сто бандитов А я задал вопрос А сколько вы убедились Сложить оружие И вернуться к мирной жизни Мне в ответ молчание Я им повторяю Хватит отчитываться трупами Прежде чем считать Сколько вы убили Посчитайте Сколько вы породили Новых бандитов У каждого кавказца Большие семьи По пять По шесть По десять человек Из-за такого обращения Которого вы позволили себе С этим Четиговым Десять человек Придет В незаконное Вооруженное формирование Чем вы вообще заняты Что у вас Дел других нет Как мальчишку Этого пытать Бойтесь с терроризмом Тут вот одна бабка Купила внуку Банку пепси в магазине А у нее Вон эту банку Пепси в магазине Украли Она пошла Написала заявление В милицию А ей сказали Ты что бабка Мы хаттабов ломим А ты пепси А вы должны найти Этого воришку И разъяснить ему Потому что сегодня Он банку украл А завтра Пойдет в боевики Антон Багунов По одному Пограмму Спасибо большое А сейчас Автор текста Шура Буртин Расскажет Немного Предысторию Здрасте Да Спасибо Друзья Большое Что вы Это делаете Мне кажется Это очень Крутой жанр И Мне очень понравился Текст Марины Вот Гениальный Правда Текст Мне кажется Что это вот то Что Такой был поэт Игорь Холин У него есть фраза Поговорим с тобой Как магнитофон С магнитофоном Это вот в таком Вот А Про это Ну вот На самом деле Зелем Он Конечно Не такой Немножко парень Он Он очень простой Ну просто простой Деревенский парень Такой Без особой Ну Как бы Очень цельная Такая личность Он очень верующий И Просто простой И он очень монотонно С таким монотонным удивлением Просто рассказывал эту историю Без всякого Ну так Без особого выражения Вот Его конечно Он конечно Совершенно феноменальная личность Потому что Ну Абсолютно непонятно Как можно вот это все Было выдержать Но вот По какой-то Прямо кажется Несколько Патологической причине Вот он действительно Совершенно не способен Ко вранью Вот просто Вот я Еще одного Такого человека знаю Который Выдержал Страшные пытки Вот В ГУЛАГе Один Дед Который сидел Вот Ну вот Про Про Юнус Бека Евкурована Надо сказать Что он В общем Человек совершенно Как раз Без Без фиги В кармане То есть он На самом деле Конечно Все что там Говорил было не очень Убедительно Но Он человек Искренне Как раз Отличается от Большинства Российских чиновников Тем что он Ну И верит что он Что он говорит А на самом деле Старается делать Действительно и боевиков Из лесу Вводить Убеждать Вот Но просто он Военный Генерал Он действительно Живет в этой В этой своей Военной среде И им верит Больше чем Всем остальным Ну вот Вот Ну а вообще Хочу сказать Что да Вот Как бы Когда вы слышите Там Какое-то Очередное сообщение Которое уже Правда Никто не обращает Внимание Про какой-нибудь Теракт Там Возрыв То Поимных боевиков То вот Делите это Все на 10 Потому что Есть Огромная вероятность Что вот Это все Все эти сведения Были добыты Вот таким 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 путем Вот Спасибо У нас на сегодня Все Это на самом деле Была премьера Потому что До Этой среды Мы никогда Не пробовали Жанр читок Вношение Текстов Которые выходили В русском репортере Я надеюсь Вам понравилось Спасибо большое Актерам И Мы планируем Делать такие чеки Регулярно Так что Приходите Спасибо 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 Спасибо